Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера из Винляндии. Ну и как всегда, по просьбам трудящихся, два раза в месяц я показываю, что я приношу с продовольственного магазина. И уже многие ждут, ну что же Оля ухватила в этот раз. Вот в этой коробочке, дай Боже, что нам не гоже, я про нее рассказывала неоднократно. Вот такая коробочка стоит 2 евро. Ну они выкладывают с утра и конечно здесь накидано, наложено, вот будьте любезны, то, что остается по штучке по 2. Ну и я показываю всегда чек, чтобы не вводить никого в заблуждение. Ну что было в этот раз, любимая Оксанина капусточка. Удивилась, что у нас уже вот такой горох продается, не знаю что за вкус, но вот такой горох летний продается сейчас, вот в таком пакете, даже не знаю сколько он стоит. Ну видите, тут написано, что если делаете чайни с вот такой еду, этот горох можно использовать туда. Ну я думаю, что я его покрошу просто в салат. И из-за чего я эту коробку схватила, народ, посмотрите, здесь у нас вот эти самые дорогущие в Финляндии помидоры. Одно время они стоили 10 евро килограмм, потом они стоили 7 евро килограмм. Вот здесь ровно 2 штучки этих помидор, конечно, из-за этих помидор я эту коробку схватила. Потом здесь 4 апельсинки, вру народ, 5 апельсинок. Потом 2 упаковки грибов по 250 грамм. Я их пожарю с картошкой. И здесь еще у нас яблоко и вот еще одна помидорка. То есть вот на 2 евро вот эту вот коробочку, то что я всегда говорю, дай Боже, что нам не гоже. Ну и что же я принесла? Народ, когда я буду выкладывать видео, уже, конечно, числа будут не совпадать, так что наивы и на числа не смотрите. И я купила на праздник вот такой им дань пирожок. Очень приличный пирожок, ничего я печь не хочу, потому что день рождения я не устраиваю. Просто выпьем кофе, как говорится, без подарков, без заседалова. Если летом можно будет собираться на свои именины, тогда соберу всех своих друзей. А так мы соберемся маленькой семьей. И этот, да, им тортик стоит у нас 5 евро 99 центов. Ну и так как Пасха приближается, конечно, финские любимые конфетки Салмияки Калат. Вот, я такие конфеты, мне денег дай, есть не буду, они, помните, да, черный, потом язык и черные зубы от них, и они еще и соленые. Но моя финская семья обожает такие конфетки, и так как у меня двое детей, хоть мои дети взрослые мужчины, но вот такие конфеты они любят. Поэтому я им купила, и такие конфеты стоят евро 99 упаковка. Ну и так как я сейчас слежу за скидыванием веса, конечно, вот этот салат уже у меня лезет из ушей. Но салата все равно принесла, принесла вот такую большую упаковку салата евро 35. И схватила руккола, была со скидкой, руккола была минус 30% евро 18. И я советую руккола всегда перекладывать из полиэтиленового пакета. И если вы ее едите очень медленно, ее, конечно, нужно промывать холодной водой, иначе она начинает вялить. То есть всегда ее нужно перекладывать из полиэтилена. Потом у меня один свежий огурец, и я принесла большую банку оливок. Не знаю почему, что-то мне захотелось соленого вот такой с салатом, когда этот зеленый салат, и все это безвкусное. Хочется чего-то кинуть, и кто-то наверняка мне напишет, Оля в оливках столько много соли. Но народ, не знаю почему, что-то мне очень захотелось оливок. И вот такая банка оливок у нас стоит 2,29, и здесь у нас почти килограмм. Потом я принесла яблоки, и яблоки были со скидкой по приложению Lidl Plus, евро 39, и это у нас Lomo. Вот такие яблоки, и здесь всего 600 грамм. Но 4 яблока, конечно, нам на всю неделю не хватит, и поэтому мы купили еще развесных яблок. Вот здесь у нас развесные яблоки. Мне не нравятся эти эко-пакеты. Посмотрите, какое качество. Только кладешь яблоки, не успеешь принести домой, они уже все рвутся. Так что народ, если очень много, вы накладывайте в эти эко-пакеты. Смотрите, чтобы дно не порвалось. Ну и, конечно, со скидками я тоже много чего нахватала. Прошлая неделя была XXL неделя. Ну и вот такая Liga Pira Caligalerts была размера XXL. И сейчас они продаются со скидкой минус 30% и стоят 90 центов. Ну вот я 3 штучки купила. Не знаю, оставлюсь на вечерний чай или кину в морозилку. Конечно, никакой диетической едой это не является. Но вы знаете, когда целый день ешь салат и яблоки, конечно, вечером хочется что-то существенное. И мне тут написали, Оля, после 6, вы не должны ничего есть. Вы знаете, народ, мне даже не уснуть, если у меня какое-то бурчит в желудке. Конечно, мне хочется чаю попить с бутербродом или с чем-нибудь. Это все понятно. Ну и вот купила опять нарезанную ветчину. Может быть, добавлю в салат. И она была тоже со скидкой, стоит евро. И 1 цент. Вот такая нарезанная ветчина купила для салата. И обыкновенную ветчину Кейту Кинько без ГМО на бутерброды. Ну и это, конечно, натуральный финский продукт. Все время спрашивают меня о количестве хлеба. Народ, хлеба у меня по минимуму. У меня вот натуральный финский Олу Лайнен. И, конечно, я всегда показываю этот хлеб, то, что съест моя семья. Я купила фаршку. Фарш купила очень выгодно. Со скидками. Вот я покажу потом чек. Купила вот такую колбаску. Я сделаю подливку с колбаской. Я делаю когда обзор сети маркета. И показываю эту подливку. Многие написали, Оля, ну как ее готовить? Вы знаете, ее готовить очень легко. Высыпаете пакет в ковшик. Лучше всего тефлоновый, чтобы не пригорало молоко. 200 грамм молока, 100 грамм воды. Перемешиваете венчиком. Пока не закипит. Закипает 2 минуты. Добавляете чайную ложку масла. И докипает еще 2 минуты. Вот ваша подливка готова. Если вы делаете тефтельки, котлеты и так далее. Или вот я купила в этот раз поприличные макароны. Самые такие, знаете, которые из муки. А вот эти оригинальные. Они стоят 69 центов. И здесь полкило. Но это натуральный итальянский продукт. Привет, Натульчик. Вот такие вот я купила. И я купила 17% был жирный. Вот такой нежирный фарш. И он был со скидкой 4 евро 9 центов. И потом купила науда фарш. Здесь у нас нет свинины. Только баранина. Тоже 17% совершенно нежирный. И вы знаете, в Финляндии фарш настолько хорошего качества. Даже если вы купите мясо и начнете его, как говорится, перемалывать. Овчинка выделки не будет стоить. Фарш настолько хорошего качества. Его можно кидать прямо на сковородку. Нет ни воды, ни соли, ни жира, ничего. Конечно, я советую, если в Финляндии вы живете, не слушайте никого и покупайте фарш. И теперь пытаются сделать упаковку где меньше и меньше пластмассы. И упаковываются вот в таком. То есть потихонечку вот от этих упаковок Финляндия будет уходить. Потому что дорогая эта пластмасса, это мы все понимаем. И кто не помнит, у меня мальчик ходит на работу. Поэтому иногда он берет вот с собой такую еду. Такая еда стоит 2,29 евро. Здесь 400 грамм. Это лазанья болонезе. Ну, конечно, вкус в нем никакого смешного нет. Как говорится, забыл и забыл, что съел. Ну, это можно разогреть в микроволновой печке за 5 минут. И, конечно, съесть это с большим удовольствием. Сейчас в Лидоле у нас греческие дни. И я купила вот такой, вот такой мед. Мед в Финляндии очень дорогой. Про это всегда спрашивают. Если мы ездили в Выборг или в Питер, я всегда покупала мед оттуда. И, конечно, вот такой 450 грамм мед. Ну, это греческий мед из греческой недели. Стоит 5,99 евро. Вот почти 6 евро. 400 грамм такая маленькая баночка меда. Ну, мед очень хорошего качества. Ну, и немножко молочки. У меня 2 молока. И купила, не знаю, почему, видела обзор одного блогера. Она показывала вот такие йогурты с вишней. У меня прям слюни потекли. Думаю, о, в следующий раз пойду в Лидол. Куплю, конечно, такие же. Мне безумно захотелось. И они у нас стоят 35 центов. И вот эта вся серия, то, что продается в Лидоле. Вы знаете, качество неплохое. Никогда не бывает, что принесешь и как-то открываешь. И разочарование. Нет, очень всегда все прилично. И я про что всегда смеюсь. Я, как говорится, как увижу у коня, чтобы было у меня. Я точно такая же, как и многие. И девочка мне написала. Оле, вам нужно вот такой крем купить для ваших сухих пяток, для ног. Если есть трещины, он на мочевине. Спасибо большое, Наташа. Привет в Испанию. Вот, и моя, как говорится, подруга тоже пошла сразу купила. То есть мы уже пошли по цепочке. То есть если кто-то что-то хвалит, конечно, все сразу начинают друг друга посылать фотки, сообщения. Народ, пойдите, купите. И у нас этот крем стоит евро 19. В прошлый раз я пошла. Был ровно как один, схватила. Но пошла в этот раз, видите, купила два. То есть нужно, я всегда, если что, хорошая, конечно, хватает два. А могу купить и три. И я заметила, если я что-то беру, например, два или три, даже иногда бывает, подходят за мной люди и спрашивают, это что это вы такое шикарное купили, нам вроде как тоже надо. То есть, знаете, бывает вот такая прям реакция. Ну и вот я покажу, что в этот раз я принесла. Много было с 30%. Чек очень большой. Если что-то вы хотите подробно почитать, останавливайте кадр. Я сумму не скрываю. И я купила на 68 евро 11 центов. И 2 евро была коробочка. Вот считайте на 70 евро я вот это все принесла. И хочу в конце показать, теперь у кассы, народ, если вы приходите, там лежит вот такая брошюра. Она сделана для тех, кто хочет включить вот это плюс приложение. Но он не понимает и не знает. И не знает, какой у него телефон. У него Android или Apple или еще что-то. И прямо сделано, видите, что куда поднести. Даже без знания языка. Теперь, как говорится, все это можно сделать. Мне безумно понравилось. И посмотрите, что сделано здесь. Приложи к телефону вот к этому месту. И будет, как говорится, тебе счастье. Написано. То есть вот сюда, если вы приложение, как говорится, свое приложите. Все у вас будет. И высвещаться будет в телефоне еще. Сколько этих Lidl везде есть по Финляндии. Подписывайтесь. Не хворайте. С вами была Оля из Тампры. Всем физкульт-привет.